Всем привет! Вы на канале Спойлер и сегодня я вам расскажу про фильм «Время». Аналитик страхового агентства Гай Капа, просчитывающий риски на работе, вместе с женой Приской, куратором исторического музея и детьми, приезжает на отдых на роскошный курорт. У Гая и Приски двое детей. Сыну Тренту 6 лет, а дочери Мэтт Докс 11. После прибытия в отель Трент обретает нового друга – Идлиба. Идлиб живет прямо на курорте вместе с дядей Нильсом, управляющим отелем. В конце короткого отпуска родители собираются рассказать детям о том, что разводятся. Хотя дочь и сын давно уже это понимают, родители постоянно ссорятся и скандалят даже на отдыхе. Приска полюбила другого мужчину и думает, что Гая этого не знает. Ребята начинают обмениваться зашифрованными сообщениями. Так они чувствуют себя шпионами. В номере Гай обнаруживает буклет о компании Уоррен и Уоррен. Он узнает, что в отеле проходит конференция корпорации, и что его фирма хотела заключить с ними контракт, потому что Уоррен и Уоррен предлагают подозрительно дешевую медицинскую страховку. На следующий день, во время завтрака, менеджер Нильс подходит к семье Капа и предлагает им эксклюзивный отдых на закрытом пляже, о существовании которого не знают даже местные. Семейство с радостью соглашается на маленькое приключение. Затем оказывается, что про эксклюзивность Нильс соврал. На пляж отправляется еще одна группа отдыхающих. Врач-кардиолог Чарльз вместе с женой Кристалл, шестилетней дочерью Каррой и пожилой матерью Агнес, которая повсюду берет с собой собачку. Безымянный водитель минивэна отвозит туристов к каньону, ведущему к пляжу в бухте. Сам идти вместе с отдыхающими водитель отказывается, ссылается на занятость. Простите, меня ждут в отеле. Да тут недалеко. Идите прямо, увидите красивый каньон. Пройдете его, и вы на месте. На пляже отдыхающий обнаруживает еще одного туриста, в котором Мэддокс узнает популярного рэпера. Затем Трэнд случайно обнаруживает тело неизвестной женщины. Дело в том, что это спутница рэпера, которая отправилась плавать и бесследно исчезла. Но доктор Чарльз предполагает, что это рэпер, у которого постоянно идет кровь из носа, мог убить ее. Затем к ним присоединяется еще одна супружеская пара, медбрат Джарин и его жена-психолог Патриция. Страдающая эпилептическими припадками. Позже взрослые понимают, что на пляже они не случайны, и что происходит нечто странное. Трэнд и Кара стремительно взрослеют и становятся подростками, а Мэддокс довольно быстро превращается в молодую девушку. В это же время пожилая мать Чарльза Агнес испытывает проблемы с дыханием и, кажется, переживает приступ, после чего она умирает. Неизвестная погибшая и спутница рэпера и вовсе превращается в скелет. Приско, как человек, знакомый с археологией, по работе в музее, предполагает, что время на пляже течет слишком быстро. Они выясняют, что за полчаса они теряют примерно год жизни. И если они останутся в проклятом месте, то умрут всего через сутки. Причем не все смогут протянуть даже 24 часа. Практически сразу выясняется, что люди не могут покинуть пляж. Каждый раз, когда кто-нибудь из туристов пытается вернуться обратно к дороге, он испытывает сильнейшую головную боль, теряет сознание и возвращается обратно на пляж. Суть в том, что все они попали в ловушку, в которой они стремительно стареют. И если они продолжат медлить, то гарантированно умрут уже к следующему утру. По мере того, как развиваются события, самочувствие героев стремительно ухудшается. Выясняется, что доктор и главный врач клиники Чарльз страдает то ли шизофренией, то ли деменцией. В общем, он довольно быстро сходит с ума. Приска едва не умирает из-за того, что у нее очень быстро начинает расти опухоль, которую Джарин и Чарльз с трудом удаляют. Кристал, зацикленная на внешности, замечает, что стареет и впадает в отчаяние. Дети стремительно взрослеют. Трент и Кара, поддавшись всплеску гормонов, занимаются сексом, и Кара беременеет. И в результате Кара рожает всего через несколько минут, но ребенок умирает. Похоже, что младенца убивает временная аномалия, которую порождают скалы, окружающие пляж. Далее происходит череда смертей. Обезумевший Чарльз убивает ножом рэпера Кевина, в котором видит угрозу. Кара пытается взобраться по скалам, чтобы сбежать с пляжа и позвать на помощь, но теряет сознание и падает с огромной высоты, и окончательно и бесповоротно погибает. Джарин пытается доплыть до соседнего пляжа, но тонет. Патриция тоже умирает во время очередного приступа. Гай постепенно теряет зрение, Приска глохнет на одно ухо. Кристал превращается в горбунью из-за недостатка кальция и уходит в пещеру. Вскоре дети обнаруживают записную книжку, в которой кто-то записал всех, кто был на пляже до них. И с ужасом понимают, что они не первые, кого сюда заманили. Возникает предположение, что раньше пляж был частью дна океана. И в океане из минералов сформировались особенные скалы, которые влияют на человеческий организм и заставляют клетки стремительно стареть. Может быть надо сделать металлическую трубу? Если мы в нее заберемся, она защитит наши клетки. На Гая и Приску нападает в конец обезумевший доктор Чарльз. Гай не может сопротивляться, он практически ничего не видит. Но мужа спасает Приска. Сначала она закрывает мужа собой, а затем женщина ранит Чарльза ржавым ножом, и он довольно быстро, но в ужасных муках погибает от заражения крови. Изуродованная Кристалл нападает на Мэтдокс и Трента в пещере. Не смотрите на меня! Уберите свет! Но из-за нехватки кальция в организме у нее ломаются конечности. И с мгновенно срастающимися переломами она погибает. Выжившие члены семьи Капа сидят ночью на пляже. Приска и Гай понимают, что любят друг друга, а их конфликты на самом деле были незначительными. Они оба умирают, выживают только заметно повзрослевшие и начавшие стареть Трент и Мэтдокс. Утром бывшие дети сидят на пляже и не знают, что делать дальше. Затем Трент вспоминает, что так и не расшифровал последнюю записку Идлиба. В конце это уже не так важно, но Мэтдокс убеждает брата прочесть послание. В записке Идлиб пишет, что его дядя Нильс, заманивший семейные пары на адский пляж, очень сильно не любит коралловый риф неподалеку. Мэтдокс и Трент понимают, что это их шанс. Похоже, через коралловый риф можно выбраться с пляжа, окруженного смертоносными скалами. Мэтдокс соглашается, что стоит рискнуть. И повзрослевшие дети ныряют в воду и плывут через риф, но женщина застревает. Оказывается, все это время за ними наблюдали через камеры и бинокли. Это был тот самый водитель отеля, который их туда привез. Кроме того, он сотрудник фармацевтической корпорации «Уоррен и Уоррен», разрабатывающей сверхсовременное лекарство. Наблюдатель по телефону сообщает, что все мертвы и приезжает в секретный исследовательский комплекс, расположенный неподалеку от отеля. Управляющий Нильс спускается в лабораторию, в которой работает множество ученых, и рассказывает, что их смерти прошли не напрасно. Благодаря напиткам, в которые они добавляли лекарства и давали отдыхающим во время приезда, у одной из подопытных, которая была на пляже, не было припадка эпилепсии 16 часов, что равняется 32 годам жизни. Благодаря такому пляжу они экономят десятилетия исследований. После Нильс возвращается в отель, чтобы встретить новых отдыхающих. Но их планы рушат внезапно прибывшие Трент и Мэтт Докс. Друзья, с вами был канал Спойлер. Спасибо за просмотр. Подписывайся и будь в курсе.